Мы всегда говорим о том, что геополитика вокруг Каспии, Каспийский регион, а еще точнее Каспийско-Черноморский регион, это такое широкое понятие и охватывает и часть Сапу-Савка, и часть Большого Ближнего Востока, даже иногда больше заходит, если мы говорим о Каспийско-Черноморском регионе и некоторые страны Европы тоже. Но в данном случае мне бы хотелось сейчас обсудить судьбу именно Каспийских и посредством стран, которые владеют вокруг Каспийского моря, какие задачи им нужно будет решать в 2023 году. И начнем мы с самой большой, которой принадлежит наибольшая береговая линия, и, наверное, самая проблемная, это СССР. Итак, Российская Федерация и Каспий. Понятно, что Каспий может быть не главное, но и совсем не второстепенное море для России, особенно сейчас. И какие задачи России придется решать в этом году, а задачи тяжелые? Ну, действительно, я думаю, хорошо, что мы сосредоточимся сейчас на Каспии. Из-за Каспия какие войны были в период царской России, мы знаем в рамках проекта так называемого выхода к теплым морям, сколько усилий, сколько людей положила царская Россия для того, чтобы выйти на Черноморские берега, ну и, естественно, на Каспий. И сейчас в обеих направлениях у Российской Федерации мы видим есть серьезные проблемы. Если на Черном море фактически идет война, мы имеем в виду вторжение в Украину, то в регионе Каспийского моря вроде войны нету. Но и здесь ситуация не совсем простая. Я думаю, что вот этот год, не только этот год, несколько лет уже, в том числе участвуя на различных площадках, мероприятиях, связанных с проектами Север-Юг и другими подобными, то есть транспортными идеями, проектами, я стал уже замечать, что представители Российской Федерации, у них идет переоценка того видения, которое у них было прежде на Каспийский регион, на Каспийское море. Если в течение последних почти что, ну скажем, 300 лет Россия, царская Россия, а потом СССР были доминантами в регионе, давай признаем Каспийского моря, что, как говорится, скрывать. И кроме СССР, какое-то слабое слово здесь имел Иран, но после распада СССР, в период царской России, относительно первые 20 лет, я бы так сказал, ситуация особо не менялась, то есть Россия имела максимальное преимущество на Каспии. С этим связано то, что тормозились транскаспийские проекты все эти годы, в том числе мы видим, были ряд проблем связанных с разделением Каспия. Но затем, обратив внимание, что Россия стала понимать важность решения вопросов Каспийских в новой геополитической ситуации, и сложилась такая тройка – Казахстан, Азербайджан, а затем и Россия, которые стали продвигать вопросы решения разделов на Каспии, проектов транскаспийских различного рода, не только транзитных проектов, но и военных, вопросов безопасности на Каспии. Здесь оппозицией как бы оставался Иран и Туркменистан, но последний год-два Туркменистан тоже начал делать серьезные шаги, и фактически мы сейчас можем говорить о том, что Россия, понимая важность усиления игроков из пяти транскаспийских или прикаспийских стран, наиболее активный – это Россия, Азербайджан, Казахстан, именно активный в плане продвижения новых проектов. Если мы говорим про Иран, то он активен в плане замораживания ситуаций, которые на Каспии есть, допустим, 200-300 лет. Но если Россия уже не может сдержать, то, естественно, куда Ирана пытаться удержать? А что происходит? Почему, скажем так, происходят эти пертурбации? Это тоже важно, что движет Россию, что она тоже хочет участвовать в новых проектах, а не тормозить их, как она делала это прежде 20 с лишним лет. Ну, во-первых, это даже иногда называют так конспирологи «хазарским проектом», наверное, ты тоже об этом слышал, то есть речь не идет напрямую о восстановлении Хазарского Каганата или Хазарского государства, но как бы в рамках тех геоэкономических и транзитных путей, которые были в Средневековье и позже, по реке Волги, начиная от Москвы, Казань, Астрахань, Дербент, с выходом на Баку и отсюда уже с выходом на Иран, а также направо с выходом через территорию Армении, так называемый ныне Зангизурский коридор, который скоро будет, с выходом на него дальнейшее – это, значит, Турция, Средиземноморье и Юго-Восточная Европа. Вот эти пути всегда работали, и эти пути были перекрыты после прихода царской России в нашу регион. Именно она перекрыла эти дороги, именно она создала такую конфигурацию, которая привела к максимальному усилению атлантических транзитных путей морских, и ясно, что Россия это делала не по своей только воле, это было в том числе и заказ тех европейских государств, которые были заинтересованы в уничтожении экономической базы тюркских мусульманских государств, то есть транзитные пути, они фактически и являлись частью той экономической мощи и, допустим, Сефивитского государства, и Центрально-Азиатских ханств, и Османской Турции тоже. Что же сейчас происходит? Сейчас на фоне того, что, как мы видим, вся геотранспортная карта, транзитная карта Евразии меняется, и на фоне того, что побеждает Срединный путь, то есть из трех путей, которые из Китая должны через Евразию идти в Европу, как мы с тобой уже в предыдущей эфире говорили, Северный путь по территории России, он уже не актуален, ввиду той войны, которая идет в Украине, и тех санкций, которые наложены на Россию. Южный тоже не актуален, ввиду санкционного Ирана, и того, что уже есть консенсус, в том числе в этом консенсусе мы слышим голос из США, что надо ограничить Иран, не надо позволить экономическим и транзитным путям еще больше усилить Иран и его аппетиты. В этом процессе важную роль играет приход к власти в Израиле Бениамина Нетаньяху, который отличается с жесткой антииранской позицией, и который готов до конца идти в коалиции с Азербайджаном, в коалиции с Турцией, с Ахудовской даже Аравией, с другими государствами, с целью максимально ограничить возможные перспективы для Ирана, то есть перспективы участия в подобных проектах. Так вот, если это срединный путь остается, то он проходит через территорию Азербайджана, Грузии, ну и, возможно, через территорию Армении тоже, что во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация. Что Россия должна предпринять в этой ситуации? Если она не будет поддерживать раскрытие или активацию вот этих закупоренных проектов, я имею в виду, это, значит, Москва, Казань, Астрахань, Дербент, Баку, вот это и есть тот самый хазарский путь. Вторым хазарским путем, опять-таки, является то направление, где сейчас идет война, Донбасс, Крым, поэтому пока что для России уж точно не актуален. Ну а значит, чтобы спастись от санкций, чтобы выйти нормально на какой-то торговый оборот, что-то получать в виде технологии продукции и что-то продавать в виде ископаемых, Россия максимально заинтересована в раскрытии прикаспийского региона, в осуществлении транскаспийских проектов, и тут уже, я думаю, Иран, мало кто будет слушать. Если прежде Иран, Россия использовалась для того, чтобы продолжать блокировку Каспийского региона, то сейчас в связке, как мы отмечили, буквально не так, что Министан тоже присоединился, очень активно, значит, четыре прикаспийских государства заинтересованы в разблокировке нашего региона, чтобы он стал частью вот этого большого проекта, так называемого серединного пути. Смотри, если мы говорим о Каспии как транспортной артерии и о том, что происходит в Каспии, перед Новым годом Россия и Иран объявили о том, что они создают коридор север-юг, который не будет зависеть ни от одной другой страны, кроме как от России и Ирана. Насколько я понимаю, здесь речь идет о развитии портов на Каспии иранских, в частности, на Залии, но там еще пара портов у них есть, и о развитии как раз-таки вот этого хазарского пути, о котором ты сказал, но напрямую, значит, Каспий, Волга, вплоть до Москвы и так далее. Каковы перспективы российско-иранского альянса? Учитывая то, что у Ирана был выбор, у Ирана был выбор заключить сделку с Западом и спокойно заместить даже Россию на рынке нефрепродуктов, но Иран сделал выбор в другую сторону, насколько я понимаю. Совершенно верно. Мы все ждали того, какой сделает выбор Иран. В прошлом году он свой выбор сделал. Мы не будем углубляться в причины идеологические или иные, почему Иран сделал именно этот выбор. Некоторые говорят, что он опасается России, некоторые говорят, что он, Иран, уверен в том, что все равно его обманет Запад, что любая дипломатическая или политическая игра с Западом приведет все равно к поражению для иранской стороны. Это потеря времени. Но в любом случае мы видим, что имеющий огромный опыт подсанкционной жизни Иран сейчас будет делиться этим опытом с Россией. И два этих санкционных государства, они, возможно, хотят создать какой-то хаб, который им позволит вместе выживать. Хотя, опять-таки, давай подумаем, что может дать друг другу Иран и Россия. Иран производит нефть и газ, основная его статья доходов. У России пока что тоже нефть и газ, но и некоторые полезные ископаемые. Военные технологии, кроме этих мопедов, которые Иран поставляет, ну и некоторых видов ракетных вооружений. Но это не есть основа для серьезного сотрудничества. То есть я не вижу огромного потенциала для того, чтобы вот эта связка без участия третьих государств. Хорошо. Допустим, Россия получает таким образом выход на Персидский залив. То есть максимум, что нам в голову приходит, пересекая суши и моря, ценой довольно-таки серьезно, то есть доставка станет довольно-таки дорогая. Еще надо вкладываться в эту инфраструктуру. Часть из нее вообще не существует. Что получает Россия? Выход на Персидский залив и к Индии, скажем так, допустим, гипотетически. Ну, я пока не вижу в этом какой-то огромной преференции для России. Она ресурсная страна, которая продает ресурсы. Да, если речь идет о продаже ресурсов, полезных ископаемых, я, кстати, не имею в виду нефтегаз. Потому что, как мы отметили, в этом контексте Иран и Россия соперники. Потому что оба государства в основном зарабатывают на нефтегазе. Я почему-то не уверен, что Иран может помочь, санкционный Иран, помочь России обходить санкции в вопросе транзита кассы. Тоже, как говорится, закрытая тема. Наоборот, для России полезно сотрудничество с другими государствами прикаспийского региона, которые могут дать России выход вне санкций. Поэтому пока что я считаю, что это больше политика, чем экономика. То есть тот проект, о котором я сказал. Резон, ну смотри, если мы говорим о России и о перспективах России, ну как, получает выход в Аперсидский залив. У России действительно нет технологий, но у России есть, например, тоже зерно, тоже продовольствие. А Аперсидский залив – это и Индия, и это не только Индия, это еще и Африка, это еще и африканские страны. Так что, ну если Россия, потом очень важно, будет ли принимать в этом во всем, в Российско-Иранском альянсе будет ли принимать участие деятельное Китай. Китайцы как на это посмотрят и как будут смотреть. Если на это китайцы будут смотреть, ну скажем так, сквозь пальцы, для того, чтобы самим получать ресурсы, а остальное, пускай там Россия продает в Африку, то есть переориентация, то тогда вполне себе очень интересный момент, другое дело, а что Россия может получить на Западе? То есть если, допустим, какой выход на Запад? От Запада как раз таки она изолирована. Грузинские порты России не нужны, турецкие порты России тоже не нужны, потому что эти все порты это на Запад и на Северную Африку. На Северную Африку можно и через Иран. Поэтому я думаю, что весь вопрос в том, насколько Россия готова, ну а с другой стороны, насколько готова, я сейчас уже сам с собой спорю, кто у нее спрашивает в таком случае? Запад-то уже... Давай такой момент. Честно скажем, что сейчас Россия фактически потеряла Черное море в плане того, что, конечно, она имеет выход на Черное море, но торговля через Черное море не является уже приоритетом. Зачем торговать? С кем торговать на Черном море? Только с Черным морем отложили. С кем торговать? Это с Турцией, ну да, с Турцией, ну да, с Черным морем отложили. Все, это закрытая тема. Остается Каспий. Но, если говорить о Китае, то, что ты сказал, то, что надо, Китай получает из России, из Сибири. Там, где у них и газ, и остальное. Что еще может Китай? Золото и остальное? Тревесину. Опять откуда получает? У меня такое ощущение, что Китай за счет Ирана и России торгуется с Западом. Потому что, если мы сравним товарооборот Китая с Европой и США, вот, а вот где, да, самые главные, как говорят, цимис, как говорят товарищи евреи, то тут не сравнить с тем, что Китай получает или продает Россию и Иран. Поэтому, может я ошибаюсь, но у меня такое ощущение, что вот эта тема Ирана российская для Китая всего лишь предмет торга Запада. Просто китайцы же могут что сделать? Вопрос в другом. Вопрос в том, китайцы будут через Иран передавать России технологии или не будут? Будут. Будут, пока что будут. И тем самым они угробят Иран. И так санкционные. И тем самым они усугубят Китаю. Очень важно, чтобы Россия воевала. Очень важно, чтобы Запад все дольше и дольше был завязан на эти военные действия в Украине. То есть тут явный интерес, я понимаю. Я понимаю Китай, ничего личного, как говорится, только бизнес. И чем больше будет вовлечена Россия и Запад в этот конфликт, тем, значит, более будут, скажем так, договороспособны западные партнеры с Китаем. Вот этот интерес Китая я четко вижу. С китайцами все ясно. Кроме России есть русские, хотят выстроить свою экосистему. Конечно, в идеальном варианте эта экосистема, скорее всего, эта система, которая включает в себя Южный Кавказ, но идеальный вариант для русских давным-давно не вариант. Прости за Коломбуш. Что касается, есть другая страна, крупная страна, большая страна, хотя, конечно же, соотношение территории и населения там, ну, скажем так, территория огромная, население не такое уже большое, хотя она в два с половиной раза больше, чем Азербайджан, и больше, чем весь Южный Кавказ вместе взят. Больше. И еще идет о Казахстане, ключевая страна региона, страна, через которую фактически серединный коридор, не, можно провести серединный коридор и в обход Казахстана, но, богу ли, основные пути все равно будут идти через Казахстан. Казахстан является членом ОДКМ, Казахстан является членом ЕС. У Казахстана самая протяженная граница с Россией. Казахстан, вот буквально, вот мы сегодня говорим, вот год назад ровно пережил уже даррические дни. Насколько Казахстану удастся или удается отбежать от Чумова-Баракана или освободиться от вырваться из этого Чумова-Баракана? Ну, я думаю, что Казахстан это делает и довольно-таки осмысленно. К чему я веду? Прошлый год, ямварь, скорее всего, стал тем Рубиконом, после которого никакой казахский политик, кто бы не пришел к власти, кто бы не пришел, он не сможет идти поперек уже сформировавшихся мнений казахского народа относительно российского участия в тех событиях, которые были в ямваре в прошлом году. Понятно, свой внутренний кейс, они будут еще разбираться с теми, кто изнутри, но мы говорим о внешних факторах. Поэтому за год, если мы сравним, сколько Казахстан сделает для того, чтобы все менее и менее зависеть от России. Очень много. В какие проекты и с кем в Китае, я уже говорю, с кем в Китае конкретизируем, Казахстан вкладывается, а Китай это не только экономика, Китай это еще фактор безопасности. То есть мы, понятно, мы с тобой говорим о том, что Армения тоже в ОДКБ, Армения тоже в евразийских этих всех структурах, но мы сейчас все свидетели того, что этот формат, эта площадка рушится на глазах. То есть три площадки по формату, это все же скоммунизденно советского периода, то есть формат СНГ, это СССР, формат ОДКБ, это Варшавский договор, который был в советское время, и формат евразийского, вот это таежного, опять я таежный, то есть евразийского союза, это то, что было, опять-таки, СЭФ, страны экономической взаимопомощи. Когда все это просело? Как только исчез СССР, исчез ИСФ, исчез и Варшавский договор. Вот сейчас тоже надо сосредоточиться на том, какова будет судьба СНГ, она довольно незавидна, поэтому Казахстан, да и все страны, которые являются, давай скажем так честно, если бы эти структуры работали, произошло бы две вещи. во время так называемого приграничного конфликта в сентябре между Арменией и Азербайджаном, который имел место в сентябре, мы бы услышали бы четкую позицию в поддержку Армении со стороны всех членов ОДКБ, это должно было быть единым мнением. Во-вторых, в момент вторжения России в Украину мы тоже должны были услышать четкую позицию всех стран ОДКБ, которые должны были как члена одного вот этого барака поддержать. Но ни там, ни тут мы этого не услышали. Вот и симптомы, вот и, как говорится, показатель того, что это просто четыре буквы ОДКБ или три буквы СНГ, на три буквы, как говорится, извиняюсь, не более. Поэтому процесс немного затянулся, но он имеет место, да. Кстати, сегодня было объявлено, что Армения не считается лицеобразным проводить у себя маневры ОДКБ. Меня, честно говоря, всегда немного удивляли их апелляции к ОДКБ. У них есть прекрасный договор с Россией. Большой. У них союзники России, что к ОДКБ, я не понял, почему они все время к ОДКБ апелляции делали? Дело тут, мы не будем копаться в психологии Пашиняна, но так создается такое ощущение, что он как бы хочет обосновать, раз ОДКБ не защищает, он будет искать защиту в другом месте, потому что такова прописан алгоритм армянского нельзя было сказать, что если Россия не защищает, будет искать в другом месте, какая разница? Ну, это пока чревато, открыто говорить об этом для Армении на фоне того, что в Украине и в Грузии в 2008 году было, мы понимаем Пашиняна, но он маленькими шажочками идет в этом направлении, да, то есть давай согласимся, что он все-таки какие-то смелые шаги делает, тем более он сегодня, ты знаешь, что заявил на этой пресс-конференции, он заявил, что российский контингент не является гарантом безопасности Армении, согласитесь, это довольно-таки революционное заявление, при этом, конечно, там было много разных... Я просто не видел сегодня полдня в дороге, российский контингент в Армении не является... Он имеет в виду фактор российского вот этого контингента, тот зонтик безопасности, который дает Россия, он считает, что я даже могу найти и почитать, ну, как говорится, все равно все об этом узнают из прессы, но в любом случае контекст такой, что не является гарантом России уже безопасности на фоне тех событий и более того, он считает, что двоякая позиция России приводит к ужесточению позиции Азербайджана, то есть вместо того, чтобы помогать, фактор России наоборот претит или вредит безопасности Армении. Я думаю, это интересное заявление, которое, наверное, еще впереди в твоих эфирах обсудим. Достаточно интересное заявление, но на самом деле, смотри, мы обязательно вернемся к этому заявлению и вообще к фактору России, и когда будем обсудить Азербайджан. А вот сейчас мне бы хотелось вернуться на Каспий, вернее, на восточное побережье Каспийского моря и спросить про Туркменистан. Даже в Советском Союзе мы мало знали про Туркменистан. Туркмени не было, то есть были разные союзные лица в Рыбке. Например, Узбекистан, мы о нем знали. Шарафа Рашидова, но люди нашего поколения хорошо помнят. Шарафа Рашидова, и потом было уже узбекское дело, и все, но Узбекистан всегда был в силу того, что я учился в Казани, а это было университет, где встречались восток и запад, было очень много ребят из Узбекистана, очень много у меня там друзей. Было очень интересно сравнивать вот эти наши во времена Союза, какие были устройства, а ведь в позднесоветский период это уже почти полноценная национальная государство со своими национальными элитами, кланами, группировками и так далее, которые, в общем-то, функционировали. Поэтому так легко в общем-то мы ушли. Легко, ну, относительно легко, конечно. Казахстан всегда был важный, в общем-то, в республике, потому что опять-таки вспоминается в Мухаммед Кумаев. Огромная фигура, фигура огромного масштаба. А вот если сейчас, я уверен, я могу сейчас ошибиться, если я у тебя попрошу вспомнить имя хотя бы одного первого седряца Компартии Тургмении, я подозреваю, что ты можешь не вспомнить. Все начинается у нас с Афар Мурата Ниазова и дальше. Ну, с Афар Мурата Ниазова понятно, что он это яркая личность. Кстати, у меня есть знакомый в Батуме архитектор, он вообще аполитичный человек, он архитектор. Причем хороший архитектор, Георгий Мишинь, но у него было хобби странное несколько. Он собирал портреты Ким Ирсена еще и собирал портреты с Афар Мурата Ниазова. У него весь кабинет, журналы, все, что с ними связано. У него весь кабинет был на одной седе Ким Ирсен, все, что связано, а здесь с Афар Мурат Ниазов. Я говорю, Георгий, это ты к чему? Интересно? Георгий, эстетика интересная. Он архитектор, как Альвий, он по-своему смотрит. Эстетика, говорит, интересная. Ты, говорит, поднимаешь? Ну, да, мы с тобой, конечно, не особые любители, как и большинство этой темы. Эстетика. Да, я даже, допустим, могу вспомнить главу вьетнамской компартии. Да, но когда речь заходит о Туркменистане, мы, конечно, начинаем задумываться. Почему? Почему так? Ведь мы знаем, что, допустим, в девятнадцатом веке туркменский народ был на передовой борьбе с царской Россией, да, и какие жертвы принес этот народ для того, чтобы отстаивать свою независимость, но потом произошел какой-то слом, давай согласимся, что произошел некий слом, и до сих пор Туркменистан не играет той важной роли, которую мог бы играть, учитывая его геополитическое положение. А оно довольно-таки не слабое. Вот с этой стороны Каспия, допустим, Азербайджан тоже имеет намного меньше газа и нефти. Азербайджан тоже граничит с Россией и с Ираном. И с той стороны есть Туркменистан, у которого огромный... У них не граничит, поэтому у них плюс это идет. У них где-то граничит с Россией, что-то какой бы огромный плюс. Ну, по морю граничит в любом случае. То есть тот фактор, которым мог бы играть Туркменистан, он не играет. Я не знаю, в чем здесь причина, в каких особенностях местные национальные особенности всегда бывают. Допустим, опять я говорю, глава Компартии Вьетнама Лезуан Фан Фан Донг. Я его могу вспомнить. Но опять-таки возвращать Туркменистан... Не могу удержаться. Когда Лезуан умер, тогда ходил такая-то маршрутка. Ты знаешь, кто такой был товарищ Лезуан? Несмотря на свои узкие глаза, он видел дальше всех нас. Несмотря на дальше всех нас. Несмотря на свой маленький рост, он был выше всех нас. Несмотря на свой маленький вес, 35 килограмм в мокром бальто. Его слово знаешь, сколько весело? За 35 килограмм в мокром бальто. Это правильно. Маленький был. В спальных районах Баку в Ахмедлах отдельная была улица Вунгтау Комдау. Побратимые были Баку с витамскими городами. У вас в Ахмедлах большие интересные улицы были. Сараевская, например, я там жил. У меня рядом Сараевская улица была. С этой стороны Вунгтау Комдау. Сверху Таганрогская, а сбоку Няпольская. И внизу украинский круг. И внизу украинский круг. Совершенно верно. Поэтому возвращаясь к нашим туркменским братьям, в свете встреч на высшем уровне, которые были в декабре, Эртуган, Алиев, глава Туркменистана, и все, что происходило, создается впечатление, что следует ожидать какой-то активизации Туркменистана. Следует ожидать. Как минимум это важно для того, чтобы у нас было больше голосов в Прикаспийском регионе, не против, а в ответ Ирану, который, я так помню, будет до последнего тормозить любые проекты транс-каспийские. Но если Россия сейчас начала говорить о проектах через Каспий с Ираном, то тогда Ирану придется промолчать и относительно транс-каспийского проекта восток-запад, то, что им будет позволено, если там в рамках этого проекта что-то энергетическое еще и задумают, даже если не задумают. Вряд ли там пройдет, там они скорее всего про эти самые, про расширение портов и корабли река моря будут ходить. Пусть будет, но все равно оживление вот этого несомненно приведет к оживлению того, что сразу вопрос становится. Я не понял. Вы можете, дело не в том, что по дну Каспия вы что-то пускаете или нет. Если активизация, то значит по всему Каспийскому региону. И согласись, сейчас ни Иран, ни Россия не смогут представлять в этом проблему. Единственная проблема необходима активизация Туркменистана. Вот мы ждем, как говорится, чтобы туркменская сторона четко, ясно, внятно проговорила, что она хочет в вопросе транс-каспийских проектов. А остальное делать я не хочу. Слушай, в двух словах о том, как победила дружба. То есть было два месторождения, а потом стала одна дружба. Дос-клык. Это самое. Дос-клык это по-моему по-туркменски так будет. Дос-клык. Фактически почему, на твой взгляд, вот столько времени между туркменскими, особенно при первом туркменбаши, между Азербайджан и Туркменистану существовали такие противоречия. Это очень серьезные. Дело доходило до обрецания оружия. Я так тебе скажу. Если ты помнишь, тот период Ельцинская Россия максимально стремилась не позволить реализацию Азербайджаном контракта века, Баку-Тебилиси, Джейхан и всего, что было связано. В этой игре, к сожалению, туркменский лидер играл свою определенную скрипку, определенную роль. Его задача, в его задачу входило создать новые проблемы, оттянуть ресурсы и внимание Азербайджана от реализации вот этих БТГ проектов Баку-Тебилиси, Джейхан, и сконцентрироваться на новой проблеме. Но если ты помнишь, тогда еще и Иран подключался к этим проблемам, и в итоге, если кто помнит, 2000, дай бог памяти, первый год, 2000-2001 год, турецкие самолеты прилетели в Азербайджан, было очень интересное шоу военных турецких, и демонстрация силы, где как бы Турция, несмотря на то, что она еще тогда не была той Турцией, какой является сегодня, но она проявила какую-то жесткость, и ты знаешь, после этого вот эти попытки бряться не оружием, они сошли на нет, но вопрос вот этого дослуга и других месторождений, он просто был отложен на потом. И вот это потом сейчас наступило, слава богу, наступило, и, наверное, это первый шажок, который дает нам надежду на то, что вот та темная полоса, странная, кстати, темная полоса, когда туркмены, допустим, вкладывались в реставрацию на территории Армении средневековых азербайджанских памятников, допустим, в селе Чафарабад, какое хорошее армянское название, Чафарабад, памятники периода Карагуниллу. И, естественно, Армения с удовольствием на них ставила таблички, что это туркменские памятники. И это очень негативный дополнительный фонд создавал. А туркменские памятники, откуда они могли быть? Ну, вот такой, потому что те племенной род, который создал государство Карагуниллу, они себя называли Терекямя, туркмены, но это не те туркмены, которые, да, то есть Терекямя, это определенный вид кочевой жизни, да, никакого прямого отношения к туркмене не имеет. Ну, вот армяне как бы подарили это, и с большой гордостью туркменские чиновники приезжали, реставрировали, открывали эти памятники, тем самым создавали. Я не помню этого периода, честно говоря. Это конец девяностых, начало двухтысячных, очень такой странный период. Не только туркмения, но для нас было важно именно то, что вот это сакральные эти памятники, эти, как их по-русски называют, захоронения, мавзолеи, которые очень серьезно связаны с историей азербайджанской государственности, они преподносились в таком контексте. Ну, я надеюсь, это в прошлом. Нет, ну, по логике вещей это и должно быть в прошлом, ну, а как иначе? Но это уже при втором туркмене уже закончилось все, да? Уже закончилось, да. То есть сошло на... Где-то, я как сказал, после 2002 года постепенно напряженность стала. Ясненько. Ну, про Иран мы так или иначе сказали, но мы не сказали главного. Что там с протестами? Протесты вроде как сходят на нет потихонечку. Так вот или все-таки продолжаются? У меня знаешь, какое впечатление дела. Эти протесты они в том числе нужны самим иранским властям. Такое ощущение, что внутри иранской власти различные группы посредством вот этих протестов ведут друг с другом диалог и при этом ведут диалог с внешним миром. То, что сейчас эти протесты сошли на нет, насколько я понимаю, связано с тем, что в первую очередь Иран отказался от идеи принимать какие-то агрессивные действия против Азербайджана. То есть в первую очередь я имею в виду военно-политического характера. И именно пик этих иранских амбиций, если помнишь, приходится на конец прошлого года и где-то с сентября, с октября вот этот пик беспорядков в Иране, а потом, когда Алях Тарвилай и другие высокопоставленные люди в Иране заявили о том, что Азербайджан является светом очей для Ирана, ну и последовал ряд взаимных визитов и сейчас идут очень интересные переговоры. На этом фоне, то есть просто, мне так кажется, связаны. На этом фоне спала и напряженность противостояния на улицах иранских городов. Понятно, то есть фактически эти протесты использовались различными политическими визитами, но как это чаще всего и бывает. Ну что же, и подходим к главной теме, в общем-то, к теме Азербайджана. Главная проблематика и главное, что нужно решить в этом году непосредственно уже Азербайджан. В новом году, да, Гела? Какая самая важная? Я думаю, что этот год в основном в двух направлениях будет работать. И азербайджанская дипломатия, и военно-политическая, и медийная составляющая. Два направления. Это, конечно же, решение вопроса в зоне временного российского миротворческого контингента, где проживает Карабахский армей. Там должна быть определенность. Рубен Варданян остается там или его там не будет. Интеграция Карабахских армян начнется или это же процесс примет иные какие-то варианты. Это один кейс Карабахский, но он неразрывно будет связан с другим кейсом, с Зангизурским так называемым или коридором, или транспортным путем. То есть в зависимости от уступчивости по Зангизурскому кейсу во многом станет ясно, как сложится судьба Лачинского коридора или дороги и судьбы Карабахских армян. Эти два сообщающихся сосуда, я по-другому это не назову, и 2023 год должен быть решающим. То есть Азербайджан не собирается откладывать решение этих вопросов до 2025 года, как, наверное, надеялись многие. Вопрос должен быть решен, если не полностью, то, как говорится, indirect, в основном, в 2023 году. И я думаю, что к весне, скорее всего, к весне, к середине 2023 года Азербайджан добьется того, чтобы понять в первую очередь в зоне временной миротворческой миссии РМК карабахское население готово к интеграции. Если нет, я как сказал, то развитие событий будет иное. Что касается Лачинского коридора и продолжающейся экоакции, она будет продолжаться. Если помнишь, в самом ее начале, когда мы с тобой были в эфире, и мы часто слышали, что через день-два дорога откроется, я постоянно говорю, что это будет продолжаться. Сейчас еще раз я говорю, это будет продолжаться. И во многом это зависит от того, как я сказал, на каких условиях карабахские армяне согласятся на интеграцию. Второй кейс, как мы отметили, нужно понять, руководство Армении, как мы сегодня опять от Пашиняна услышали, он готов и к автодороге через Зангизурский коридор, о чем он раньше не говорил внятно, а сегодня на пресс-конференции он внятно сказал, что да, дорога должна быть, автодорога. И при этом он назвал маршрут именно тот маршрут, который идет параллельно железной дороги. То есть целый год, извиняюсь, они нам мозги делали, что автодорога будет, а если она не будет, а если будет, то она не должна быть параллельно железной дороги. Сейчас получается, что эта автодорога будет параллельно железной дороги. Ну, значит, есть прогресс. И в 23-м году этот прогресс должен обернуться в реальное начало строительства на территории Армении соответствующей инфраструктуры. Вот это будет показателем того, что все идет нормально и нужды для каких-то силовых акций нет. Да, но параллельно с этим Армения говорит о том, что вот эта акция является блокадой Карабаха и предъявляет меры для того, чтобы она была прекращена. Тут возможно компромиссы какие-то? я просто предлагаю сосредоточиться на том, что делает, а не говорит. То, что говорят в армянской прессе, если мы поднимем, то до сих пор гадрут у них и армянские войска успешно наступают через Физули на Баку. И, понимаешь, это та часть, которую мы с тобой всегда избегаем, то, что говорят. В реальном секторе в очень сложной ситуации те, кто в Карабахе, я имею в виду, сепаратистов, грызня идет и уже за борт попытались выкинуть генерала Виталия Баласаняна, мы знаем. То есть временный союз. Что же попытались не выкинули, разве? Я не считаю, что вы выкинули, нет, не будем торопиться. От того, что у него какую-то должность забрали, при этом вокруг него очень серьезная группировка. Хоть он и человек Роберта Кочаряна и считается, что Роберт Кочаряна уже битая карта, но я думаю, что не стоит сбрасывать со счетов Баласаняна. Вокруг него наиболее боеспособные отряды, которые избежали полного и тотального избиения во время войны 2020 года. На зоне, где он живет и контролирует пока что, находятся те самые золотые и молибденовые медные прииски, о которых идет разговор. В зоне его, скажем так, контроля находится Сарсанское водохранилище. То есть самые основные вещи, которые... Что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, что она его контролирует? Я имею в виду, что как и везде, у них есть клановое разделение. Есть, так скажем, мардакерский клан, то есть это Ахдаря, ну это Виталий Баласанян, и так группа армян, потому что исторически те группы карабахских армян, которые проживают в Карабахе, они делились по миликствам, если помнишь из истории, было пять миликств. И ты знаешь, вот это определенно этнический такой отпечаток и мировоззренческий отпечаток есть. То есть отличаются мартунинские или как бы ходжавенские армяне, то есть юг, где сейчас город Ходжавент, они тоже довольно воинственные, но они всегда в противостоянии были с теми, кто живет в Ханкенди и с теми, кто живет в Ахдаре, то есть мардакерце. То есть как минимум есть три группы внутри карабахского клана, так называемого, которые готовы перегрызть друг другу глотку. И они неоднократно в истории это делали ради своих частных интересов. Поэтому я не считаю, что отстранение Виталия Баласаняна от должности серьезно его ослабило. Наоборот, сейчас вокруг него, как вокруг ядра, начнут собираться те люди, которые недовольны. Араиком Арутюняном, который спрятался сейчас за Рубеном Варданяном. Ведь это было сделано руками Араика. Хотя до этого Араик сблизился с Виталием Баласаняном. Когда Араик Арутюнян пришел туда, на эту так называемую должность президента, он пользовался покровительством и силой Виталия Баласаняна. А сейчас что получается? Он перешел под тень Рубена Варданяна и предал Виталия Баласаняна. В таком маленьком террариуме, как вот эта территория, где проживает Карабахский Армений, такие вещи чреваты. Просто зная местечковые провинциальные вот эти порядки, я думаю, что продолжение акции и перекрытия Лачинского коридора, оно еще проявит много разных вот этих цветов противостояния внутри вот этих кланов и небольших кланов. Поэтому, я думаю, надо ждать развязки, надо понять вот это Араик Арутюнян, его тоже на определенном этапе Рубен Варданян должен съесть. Это последнее препятствие, после чего Рубен Варданян может быть полновластным в этой зоне, после чего он может выдвигать претензии на политический Олимп Ереванин. Вот это минимум, то, что та программа, которую через российскую, скажем так, сторону Рубен Варданян реализует. Насколько это удастся и позволят ли ему карабахские ребята это сделать? Посмотрим в ближайший месяц. Ну что ж, это достаточно интересные расклады, но кроме взятия под оперативный контроль, кроме возвращения, скажем так, кроме победы в войне. потому что, вот смотри, что касается Зангизурского коридора и его коридора там будет и так далее, это все, ну как бы это не часть победы в войне, а вот возвращение Карабаха контроля полностью и признание территориальной целостности Армейджана, это победа в войне. Кроме победы в войне, какая еще главная цель, какие еще главные цели? Не обязательно по отношению к Армении вообще. Главная цель спокойно дать возможность российскому миротворческому контингенту завершить свою миссию и, как говорится, покинуть территорию Азербайджана. В этом году это возможно? В этом году я думаю определиться, почему я говорю, что то, что откладывалось на 25-й год, по моему мнению, значительно будет реализовано в 23-м году, в том числе связано с тем, в каком формате будет или нет продолжаться. РМК. Это очень важно, согласись, для всего нашего региона. Потому что то, что Рубен Варданян превратил РМК в ЧВК, ЧВК, явно увидим, это дорого обойдется РМК. Прямо у нас получился стихотворный какой-то текст. рано или поздно российская сторона сама должна решить, не слишком ли задержался Рубен Варданян в Карабахе. Ну, а с другой стороны, у российской стороны есть альтернатива Рубен Варданяна в Карабахе? Ну, раньше они использовали Ливона Айропетяна, миллиардера, который тоже все вот это делал. В итоге он плохо кончил в мордовской тюрьме. Его загнобили там же. То есть он убежал в Карабах, делал какие-то проекты. Следующим был Герман Стерлигов, который тоже прибежал в Карабах, обещав, что создаст здесь из старообрядцев, он же, ты знаешь, православный раскольник, создаст село из трех тысяч русских раскольников в Карабахе. Ну, и он тоже убежал с Карабаха. Сейчас их не третий друг, они же все друзья. Они все подельники были в общем бизнесе. Вот сейчас Рубен Варданян. Ну, будем посмотреть, когда он покинет и чем завершится его миссия. Простите, я слышал что-то про этого нет. про Стерлигова. Ну, и то так. Леон Айрапетян попался на аферах, связанных с Башкорт-нефтью и его упекли в Мордовскую тюрьму, где и убили при странах. Миллиардер, кстати, известный миллиардер. Он познакомил с Карабахом Рубеном Варданяна или наоборот, Карабах с Рубеном Варданяна познакомил. О чем с гордостью всегда Рубен Варданяна говорит. Третий связующий в этом звене был Герман Стерлигов, которого, опять-таки, Леон Айрапетян и частично Рубен Варданяна привезли в свое время в Карабах и откуда он убежал, сверкая под камень. Интересно, где Шестерлигов, потому что я что-то давно о нем не слышал. Честно говоря. Он тоже из-за того, что он тренировал черносотенцев у себя на усадьбе, националистов российских. У него начались проблемы с российским законодательством и некие силы решили его оттуда вывезти в Карабах. То есть он легализовался в Карабахе, переждал здесь, а потом обратно бросил все. Особенно, когда, ты знаешь, после того, как он убежал в апреле 2016 года во время боевых действий, его ферма, все, что он там построил, попало под плотный обстрел азербайджанской артиллерии. А остальное все растащили карабахские армяне. Благодарность за то, что Стерликов для них делал. Понятно. Ну что ж, будем надеяться, что все вот эти проблемы, которые сегодня есть у Грузии, у региона, да и у Грузии, да, эти все проблемы у Грузии, конечно. Они все будут решены успешно в этом году. Ну а мы, конечно же, не прощаемся с вами, потому что геополитиковый Каспий только начинается. Огромное спасибо, Резван, за очень интересную беседу. Спасибо, мой дорогой, на связи. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Субтитры сделал DimaTorzok